Сан-Франциско Здравствуйте всем, Настя, доброе утро Доброе утро, дорогая Риточка, спасибо огромное Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер Сегодня мы в эфире женской гостиной У меня сегодня потрясающе отличная суперская гостья Которая как раз с нами из Индии Поэтому мы сразу сказали, что у нас время в Индии И сейчас, насколько я понимаю, в 9.30 в Индии вечера Но тем не менее, с нами Полина Павлова А также известная как Падмадаси Известнейший джуэтиш-астролог, очень популярный, очень грамотный Очень большой специалист в своем вопросе Сегодня у нас очень-очень такая тема На самом деле необычная И с одной стороны, а с другой стороны тема такая Очень спорная И мы сегодня поговорим про УПАИ И методы коррекции гороскопа Я буквально два слова скажу, что такое УПАИ А потом Полина нам уже все будет подробно рассказывать Как специалисты, как человек, который достаточно очень много исследований проводит в этой области УПАИ Это, собственно, методы компенсации негативного влияния планеты в нашем гороскопе И, в общем, это всякие такие действия, которые мы можем предпринять для того, чтобы улучшить свою жизнь Ну так, простыми словами Мы женщины, нам все просто надо Нам не надо никаких сложностей Тем более сейчас вот не в Новоратре Даже когда женская энергия зашкаливает У нас тут как раз три женщины сейчас в эфире вообще Настя, я думаю, что нас три в эфире, но нас слушает много людей Нас слушает больше 20 человек И еще присоединяются, поэтому я думаю, что среди них очень много женщин И в основном женщин, наверное Ну, супер Вот, я еще раз Полин, вы с нами? Все нормально? Да, супер Я еще буквально пару слов для тех, кто не знаком с Полиной как со специалистом Я скажу, у нас, мы тут с ней сочиняли такой прямо большой документ И я сокращала, сокращала с большим трудом Потому что я не хотела сокращать, какой опыт у Полины И с какими учителями она работала То есть Полина по первому образованию журналист-международник И она писатель, потому что она пишет совершенно потрясающие статьи Очень информативные, очень интересные Но и с 17 лет начала увлекаться восточной философией И стала заниматься с 2008 года В общем, начала консультационную практику в джойтише Она работает в ведической астрологии Я, наверное, не сказала, как всегда все забыла Но, тем не менее, именно джойтиш Но формальное посвящение она получила в 2009 году Вообще, если кому интересно, вы почитайте наш анонс Потому что у нас очень много там всего написано Ну, в общем, я хотела сказать, что Полина училась у очень удивительных мастеров И учится, и продолжает учиться Потому что джойтиш-астрология — это на самом деле бесконечная работа и духовная практика Полина, я все правильно сказала? Я тут небольшой коррективу несу Потому что я училась, я международник А в журналистику я попала, опять-таки, в воле и судеб Потому что по судьбе было положено стать журналистом Не имея никакого образования в этой области Я просто зашла в редакцию очень отличной газеты на то время в Украине Откуда родом И меня взял на поруки прекрасный журналист Заслуженный журналист Украины Евгений Васильевич Якунов И меня воспитывал, то есть на гору, на учителей мне везло с юности То есть он меня персонально воспитывал Учил, как писать Разрисовывал это все на бумажках Ругал, правил И, надеюсь, я его не сильно в этой жизни разочаровала Потому что журналистику в итоге бросила Но очень ему благодарна Ну, а так это просто соединяется Что международное образование, журналистский опыт Так можно меня назвать, наверное, журналистом-международником Но просто так подкорректировала чуть-чуть Ну, отлично Это правильно, потому что действительно лучше всегда говорить то, что есть Ну, давайте мы, так сказать, придем У нас такая тема большая, да? Потому что нам надо в час уложиться У нас куча вопросов, да? Полина мне очень помогла Потому что она попросила своих подписчиков Своей профессиональной группе на Фейсбуке Задать какие-то вопросы нам по УПАИМ Да? Ну, и буквально, ну, с профессиональной точки зрения Что такое УПАИ? Да? И для чего они нам вообще... Зачем это? О чем это? Да? Потому что, может быть, не все люди с этим знакомы вообще понятием Ну, я думаю, что вообще редко кто с этим знаком Понятие УПАИ, она технически переводится, термин санскрита, как инструмент Как инструмент достижения чего-либо В основном достижения цели И в текстах священных, о которых я тоже хочу подробно остановиться Что у людей, в общем, каша, что такое веды К ведам сейчас причисляются что угодно, включая ромаин, хотя это не веды Ну, немножко вот, что такое классика, а что такое уже вторичные вещи И вот в классике, в классике у любого человека есть 4 цели И это 4 группы цели Первое, это осознать свою природу, реализовать ее, это дхарма Второе, это после того, как человек понял вообще, кто он, что он, что он человек, прежде всего Он реализовывает свое благосостояние, он начинает искать, где добыть ему пищу Как обустроить свое хозяйство, потому что это какие-то насущные-насущные вещи Следующий этап, это размножение, страсти, любовь в контексте сексуальных всяких инстинктов Только это на третьем месте И когда уже человеком достигнуты все эти цели, человек может перейти к последней цели своей жизни Которую можно даже целью сложно назвать, это мокша-освобождение И таким образом, на каждом из этих этапов у человека могут возникать препятствия УПА это достаточно технические средства, которые помогают ему эти препятствия преодолевать В зависимости от того, на каком уровне это препятствие возникло Либо на уровне тела, либо на уровне ума, либо на причинном уровне, где-то там запутались предки В каких-то своих поступках Вот, поэтому все на самом деле достаточно просто Теперь я хочу немножечко Технически, да, УПА это просто средство Что касается источников, потому что очень много споров на эту тему Если вы позволите, буквально две минуты, я этому делю внимание Существует очень много споров и доктрин Можно, нельзя применять УПАИ А это на самом деле, как бы, может, нужно только молиться и поститься А УПАИ это какая-то страшная магия Хочу сказать, что УПАИ это все, что помогает достигнуть цели Абсолютно все Что касается классических, позволено или не позволено То веды, если мы, поскольку я ведический астролог и все-таки к этой традиции имею большее отношение Имеют такую структуру, что есть основа Это закон, который не изменен в веках Как существует основной закон в стране, Конституция, например В независимости от того, какие бывают кодексы, административные, уголовные и так далее Конституция, она имеет первенство И если какие-то другие законы противоречат Конституции То Конституция всегда будет первочередной Таким образом, очень многие промежуточные законодательные Индийские законодательные акты То есть смерти Вот эти вот такие промежуточные вещи, которые принимались на различных веках Но не являются основными ведами Они часто воспринимаются людьми как веды И прямые указания оттуда трактуются как истину Например, что женщина должна сесть дома обязательно У мужчин должно быть 4 жены минимум Я сейчас беру такие разные-разные из разных смерти Такие примеры Людьми это воспринимается как истину В последней инстанции, что так должно быть обязательно в наше время И мы должны обязательно этому следовать Потому что когда-то в Рамаяне вот так вот ситу похитили Потом не вернули И был такой закон, что после этого с женой жить нельзя Значит, мы тоже так должны Ну я покажу пример Это действительно абсурдно То есть ничего Веды не об этом Веды о том Это Дхарма Шастра Она говорит о том, что Какова природа человека, какая его цель И не только человека, а вообще обо всем мироздание описывает Все сущности, высшие, низшие И промежуточные такие, как мы Они описаны в ведах И что нам с этим делать? При этом Если вместо временем и обстоятельствам условия меняются Ну век другой Какие традиции меняются То если возникают какие-то принципы Которые не противоречат основным правилам То ничего страшного в этом нет на самом деле Теперь, что касается основ Еще раз Какова цель человека? Цель человека Это получить определенный опыт Эволюционировать Пройти эти все четыре этапа Дхарма, Артха, Кама и Мокша Пройти все эти четыре этапа И реализоваться как душа, освобожденная от уже перерождения Ну это в очень упрощенной форме Если в эволюции Если человек нарушает какие-то законы мироздания Основные законы Или его предки нарушают эти законы То ошибки вот эти вот Если они не справляются сразу Не осознаются Они оседают в сознании человека В виде так называемых самскар Таких отпечатков впечатлений И человек в следующей жизни продолжит Вернется к этим ошибкам в любом случае И будет снова-снова возвращаться Пока не исправит Таким образом Этот процесс описан как раз в шруте В ведах То есть в основных ведах И основная цель этого человека Пройти это Вернуться, если где-то что-то не понял Исправить и пойти дальше И вот как раз у пая Это средство исправления Своих же собственных ошибок Речь не идет о том Что мы должны С помощью Эзотерических инструментов Свергать Каких-то там императоров Или Отбирать Доходы у каких-то Олигархов Олигархов Такое тоже возможно Да, на самом деле это возможно Почему бы нет Существует Тантра Существуют методы Манипуляции энергии Которые тоже в Индии Их очень боятся И вообще Слово тантра в Индии Оно больше ругательное Сейчас То есть под слой тантры Понимают как раз Майки И методы Манипуляции энергии Это присутствует И в традиции В славянских странах Это исторически Очень популярная тема Не нужно никому Об этом объяснять Все об этом знают Вот И в магию у нас верят И в СНГ В бывшем Советском Союзе И в Индии Это объединяет Эти две страны Я сейчас То, о чем речь идет То, что практикую я И как не связано С этими методами Мы говорим О персональной коррекции То, что касается Да, мы говорим Исключительно Да, мы говорим То есть магия существует Это есть Последствия За эти действия Мы сейчас не будем Здесь обсуждать Возможно Когда-нибудь Вы меня еще пригласите Мы и об этом поговорим Я говорю сейчас о том Что в человек Что такое гороскоп Гороскоп Это некий рисунок Того Как разложились Карты В его карме На что она похожа На что похожи Последствия его Прошлых жизней То есть По гороскопу человека Очень хорошо видно Чем он занимался В прошлой жизни Где он шатался И какие он совершал поступки Собственно У кармы есть Анастасия Вы меня где-то Тормозите Если я слишком увлекаюсь Не, очень интересно Я наоборот Думаю Я прям даже Вот мне даже Говорить ничего не надо Вы так все цельно Все объемно Рассказываете Очень здорово Карма 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 у человека Разнообразна То есть Вся карма Можно сравнить Сынчита карма Всеобщая карма Которая есть у души Ее можно сравнить Со стрелами Которые висят У лучника За спиной В сумке Это вся карма То есть В этой жизни Он Достает какую-то Одну стрелу И Натягивает Ситьевой И отпускает Стрелу в воздух И в общем-то Гороскоп Показывает Что стрелы Уже запущены Они показывают Куда эти стрелы летят Эта карма Называется Прарабдха карма Это карма Которую человеку Нужно реализовать Именно в этой жизни И гороскоп Основная карта Гороскопа Их там Несколько Основных 16 Гороскоп Показывает Именно Процесс Той кармы Которая уже Неизбежна Фактически Практически Но это очень условная Неизбежность Поскольку На эту стрелу Которая запущена Можно также повлиять Можно запустить В нее другую стрелу Изменив ее траекторию То есть Если мы Например Видим Что стрела летит Куда-то В неблагоприятную То есть В какую-то цель И убийство Этой цели Будет Повлечет Какие-то Неблагоприятные Последствия Можем На самом деле Можем И камнем бросить В эту стрелу Мы можем Повлиять На самом деле Мы плохо контролируем Это правда То есть Нам тяжело Это сделать Лучше мы контролируем Ту карму Которая у нас Еще в сумке Мы можем Выбирать Какие-то стрелы Время Когда мы будем Запускать Это так называемая Творческая карма Или Агами карма Или Кринома карма Есть разные определения Вот Паралабха карма Это точно Работает В основном Астрологии То, что Можно предсказать Которая в гороскопе Процентов 80 Вот Можно я вопрос Задам по ходу Мне интересно На самом деле Как правило Люди уже с проблемой Приходят Или нет Или мне так кажется Это еще связано Со спецификой астролога Ко мне в основном Да Уже какая-то карма Сработала То есть Они уже Что-то Им уже наваляли Там уже стрела Там уже стрела Прилетела Да Получается Что с этим Работаете Смотрите Состояния людей Разные А есть Очень легкие люди У которых То есть Если даже Объяснить человеку Который Немножечко Знаком с астрологией Не так уж сильно Вдаваясь подробностям Можно даже Представить себе Вы наверняка На слуху У всех Ретроградной Меркурии Ретроградной Меркурии Которого все боятся Который движется Задом наперед И всех пугает Своими действиями Ретроградной Может быть Любая планета Кроме Солнца И Луны И на самом деле У гороскопа Сейчас у нас Довольно много Ретроградных планет И вот С 6 апреля Еще готовится Сатурн Выйти в ретрогрессию Меркурий Сейчас По-моему 4 числа Если память меня Сейчас Практически У нас Юпитер Венера Меркурий Сейчас на подходе Раху Кету Ретроградная Они кстати Не всегда Бывают ретроградные Они бывают Еще и директные И вот Сатурн То есть Практически Мы сейчас Дети Которые рождаются Это будут Сложные Достаточно Люди В каком плане Нет Это значит Что они будут Неуспешные У меня Например На курсе Было много Интересных Людей Астрологов Которые Со мной Челез Дели У них Все было Ретроградным Кроме Луны И Солнца Это было Очень удивительно За ними наблюдать Это люди Которые просто У них Настолько много Желаний Которые хочется Завершить Еще из прошлых Жизней Что они Несколько Разрываются Иногда Я обычно Привожу пример Что это Энергии на 41 размер Ботинка А реальность На 36 размер Ботинка И это Видно Сразу Что у Человека Действительно Очень много Незавершенок Это может Можно назвать Ошибками Можно называть Незавершенки И в этой жизни Сразу понятно По каким темам Эти незавершенки И Этот гороскоп Этому человеку Каким бы он ни обладал Несметными богатствами Прекрасными партнерами Прекрасными детьми У него в жизни Ему будет сложно Чувствовать себя Удовлетворенным Потому что Жизнь у человека Она проходит По трем направлениям Первое Это Человек делает То что он хочет Второе Это Человек делает То что Хотят от него Другие И третье Он просто делает Он как бы Не сильно этого хочет Но ему и Нет Все-таки даже Четыре Человек Ну как бы Делать какие-то вещи Не особо В общем Они его напрягают И есть ситуации Когда человек делает То что он не хочет Вот люди В основном Которые обладают С личными желаниями Это означает Что они только В процессе Какого-то развития И Они разрываются Постоянно Между своим желаниям Между тем Что у них есть Долги перед предками Долги перед Партнерами Из прошлых жизней Им приходится Делать то что Они не хотят Ну и так же Какой-то текущей Еще Текущими ситуациями Которые Не сильно их Связывают Чем человек Свободней От желаний Чем Он свободней От каких-то Личностных Обиции Тем больше Можно сказать Что он Человек освобожденный Которому-то Им в общем-то Исправлять нечего Такие люди Называются При жизни Освобожденными Их очень редко В основном Все люди Мучаются О том Что они что-то Хотят И Астрология Позволяет Посмотреть Миру того Насколько Это действительно Можно этим Наслаждаться Либо Что становится Причиной Почему Человеку Не дается Эта ситуация Которую он хочет Вот И либо У него Вообще Его желание Является Скажем так Результатом Какого-то Навождения Демонического Первая Самая коррекция Это разъяснение Когда человек Узнает Ситуацию Расклад Как говорится Уже Это часто Приносит Облегчение Второй момент Вот сейчас Например Ретроградный Юпитер Это уже Можно так сказать Небольшое проклятие Потому что Речь идет о том Что человек В прошлой жизни Не завершил Какую-то Духовную практику Человек Человек Давал Какие-то Обеты И он Их Не исполнил Человек Брал На себя Какие-то Аскезы Их Не доделал Человек Например У меня Есть Ученица Которая Комбинация С родоверным Юпитером Дала Ситуацию В роду Что У них был Священник В роду Над которым Стали Все Когда Советская Власть Засторжествовала Он Стал Изгоем Семье Его Стали Презирать У нее Такой Юпитер Этот Юпитер Не дает Человеку Вовремя Узнать Упаю То есть Узнает Человек Упаю Что ему Делать Или не Узнает Это тоже Прорабха Карма В гороскопе Видно Легко Человеку Дашь ему Какой-то Совет Он Сделает У человека Раз Все Реализовалось Бывает Так Человек Формулирует Вопрос Полина Ты мне Так Нужна Так Нужна Я Пока Дохожу Ты знаешь Пока Ты шла Мне Отвечать Уже Все Произошло Спасибо За это Денег Не берем Это Просто Милость Свыше Я тут Ни при чем Совершенно Возможно Я могу Каким-то Катализатором Послужить Человек Может быть Это как раз Да Действительно Потому что Вы как Астролог У вас Есть Определенная Духовная Практика И уже Само То Что Человек К вам Обратился Он Уже Обратил Определенную Энергию В свою Пользу И все Случилось Я так и люблю Всякую Фильмистику Поэтому Мне кажется Это тоже Работает Когда человек Сосредотачивается На том Чтобы Сформулировать Вопрос Он Этим Самым Приводит План Стихию Воздуха Он Приводит В организацию Определенную У него Тоже Все Случается Возможно Именно Этого Человеку Не хватало И Это Тоже У Пая Поэтому Говорить О том Что У У У нас С моим Компаньоном С которым Мы собираемся Провести Семинар По УП На нас Обрушились Некоторые Такие Староверы Шучу Ой нельзя Нельзя УПА Страшно Страшно Страшная Магия Ой нельзя Вмешиваться Никуда То есть На самом деле Мы живем И этим Самым Мы родились И этим Самым Уже Вмешались Во все Мне кажется В нашей Культуре В культуре Допустим В православной У нас вообще Одни сплошные УПАИ У нас столько Примет У нас столько Всяких Разных Даже то Что мы Например Православные Допустим Носят крестик Это же тоже УПАИ Своего рода Мне кажется Если мы так Глобально Подойдем К этому Это уже Тантра Хуже того Это Тем более Мы носим Кольца На определенных Мы все равно У нас вообще Масса Всяких Своих Немит УПАИ Это не совсем Связано с православными Это связано С ситуацией Двоей Божией Которая возникла В силу того Что когда Вводили христианство С Киева Начиная То Все Ведические ритуалы Ушли в подполье Они модифицировались В католическом Варианте Вы не встретите Это связано С остатками Недобитой Ведической культуры На наших землях Тем не менее Для нашего народа С одной стороны Вы говорите На вас набросились Какие-то Люди Адепты Того Что это все Не хорошо Но на самом деле Мы все это используем Особенно Мне кажется Вот я живу В Америке Сейчас Но тем не менее У меня очень много Русскоязычных Знакомых И естественно У меня есть американцы Я понимаю Как мы все Зависим от всего Вообще От всяких разных Ой это будем не делать Это там Даже в нас В языке Настолько много Всяких вещей На которые мы Обращаем внимание Причем невольно Абсолютно Да И очень странно Слышать Что-то набросились Почему нельзя Нет Это страхи Потому что Существует В действительности На самом деле Существует Очень сильное влияние Определенных Религиозных организаций В России Которые представляют Индуизм И они проповедуют Разновидность Пактийоги В которой Нужно полностью Придаться Господу И отказаться От любых Наслаждений Можно так сказать В свою пользу Что является Часто люди Как бы Немножко Искажают Искажают Восприятии Так как По Гавадгите Говорится Действительно Говорится о том Что Это основном Из основных Таких Кроегольных Трактатов Которые Кстати Не относятся К Шруте А они относятся Как раз К промежуточным Визическим Текстом К смерти По Гавадгите Говорится Что Придайся мне И я тебе Все прощу Но А также Говорится о том Что В самом начале Начинается Благоводгита С того Что То что В твоей природе Заложено И то что Ты должен Реализовать Ты должен Отреализовать Совершенно Не боясь Последствий Потому что Последствия Если ты посвящаешь Все результаты То есть Последствия Своих действий Мне Если Если ты Действуешь Исходя Своего Долга И посвящаешь Все Последствия Мне То ты Таким образом Ко мне Приближаешься Есть Один Очень простой Момент У нас Есть Наша Жизнь У нас Есть Наши Желания Наши Желания Связаны Связывают Нас С Различными Объектами Материальными В том числе С другими Людьми В этих Взаимодействиях С материальными Объектами С другими Людьми У нас Возникают Новые 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 Впечатления Мы Снова Снова Ходим По кругу Одних И тех Же Ошибок Мы Снова Снова Получаем Определенные Страдания Мы Снова Получаем Определенные Сложности Мы Можем Решить Эти Сложности На Тонком Уровне Читая Молитвы Предаваясь Аскезам Занимаясь Сложными Духовными Практиками Живя В монастырях Это Все Замечательно На самом Деле И Те Упай Которые Есть В индуизме Они Никак Не Противоречат Это Молитвы 90% Упай Которые Сейчас Работают С Которыми Я Мею Дел Это Молитвенная Практика Если Брать Тонкие Какие-то Вещи Вот Проблема Вся В том Что Во-первых Люди Вот Сегодня Даже Простой Пример У нас Есть Группа На которой Мы Обсуждаем Эти Все Вещи И Одна Из Участниц Выложила Гороскоп Я Консультировала Год Назад Где-то В Киеве И Давала Ей Как раз Мантру Которая Может Смягчить Определенные Ситуации Потому Сознание Ты уже Получил Свой Опыт Ты его Переварил Тебе Уже Не нужно Получать Грабли По голове Уже Не нужно Потому Что Ты Все Переварил У тебя Все Прояснилось Ты Понял Свою Ошибку И так Работают Молитвы Так Работают Мантры Они Влияют На Сознание Ты Почистил Сознание И Тебе Не нужно Получать По голове Но Русский Человек Он Хочет В нашей Культуре Присутствует И Люди Не сильно Хотят Освобождаться Не сильно Хотят Быть Счастливыми Так Вот Я Спрашиваю Она Спрашивает Участников Ой Скажите Мне Пожалуйста Что Тут Можно Сделать А то Я Боюсь 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 Приближать Я Говорю Слушай Дорогая Я Же Тебе Год Назад Давала Матру А Ой А Да Ты Можешь Мне Напомнить Я Забыла Ну Как бы Ее Попрактиковать Просто Забыла В таких Ситуациях Я понимаю Что Раньше Отпускались Руки Потому Что Ты Все Это Изучаешь Ты Все Это Проповедуешь Образно Говоря Ты Пропагандируешь Что Люди Надо Работать Сознанием Ты Даешь Какие Инструменты А В итоге Оказывается Что Человек Продолжает Бояться Переживать Что Будет Плохое Что Но Он Ничего Не Делает Хотя У Него Есть Инструмент Это Тоже Продавка Карма Это Тоже Ну Как Сказать Это То Что Человек Не Пошевелится С дивана То Что Человек Будет У Него Будет Определенное Наваждение И Мнение Что Плохо Нельзя Это Трогать Это Тоже К Сожалению Карма Которую Человек Заработал То Грубо Говоря Он Не Заслужил Хорошего Врача Или Он Заслужил Хорошего Врача Но Не Заслужил Ушей Которые Услышат Этот Совет Он Это Не Заработал Он Своими Поступками Своим Образом Действия Мыслей И Привычек Он Выродился В такое Сознание Которое Уже Противоречит Всему Возможно Придет Другой Период И Другая Планетка Захватит Сознание Человека Которая Будет Помягче Человеку Надоест Страдать И Он Решит Что Все Таки Вспомнит Найдет Где-то На Каком Огрызке Бумажки Какую-то Шлоку Из Регведы Которую Можно Почитать Это Тоже Можно Более Менее Предсказать Я Для себя Противоречие Решила Так Что Я Все Равно Даю Пай Я Спрашиваю Будете Вы Делать Или Нет Потому Что Если Человеку Что-то Даешь Он Этим Не Пользуется Тот Человек Зарабатывает Себе Уже На Будущее Определенные Проклятия Это Не То Что Я Проклинаю Человека Это Просто Формируется Как бы В этот Момент Ты Даешь Человеку Что-то Какое-то Добро А Человек Его Не Берет И Его Как Хлеб Выбрасывать Знаете Это Формирует Определенные Опять Узоры Узоры В его Тонких Телах Которые Затем Приводят К тому Что Человек Все Дальше И Дальше От Этих Инструментов Поддержки Как В том Анекдоте Когда Что Боже Ну Я же Так Молился Чтоб Ты Мне Помог Сколько Раз Я Тебе Посылал Лодку И Ты Ни Разу Не Сел В Нее Да Что Вот Как Из Слушать Этот Эфир Для Запись Осознали Тот Момент Что Нет Ничего Невозможного В том Плане Что Жизнь Дана Нам Не Только Для Страданий Она Дана Для Того Чтобы Радоваться Вот И Душа Она Ее Природа Это Радость Но Мешает Этой Радости Часто То Что Мы Очень Запутываем С В Своем Уме В Своих Привычках И Упай В том Контексте Которым Работаю Я Как Понимаю Я Это Не Какая-то Страшная Черная Магия Это Инструменты По Эволюции Можно Их Распределить На Несколько Уровней Самый Простой Это Советы Разговор Когда Человек На уровне Ума Слышит Какие-то Вещи У него Возникает Прояснение И Это Самое Простое Это Означает Что Привычка Не Сильно В привычке Нет Безусловного Рефлекса Какая-то Вот Недавно Случилась Ситуация Она Еще Не Укренилась Можно Ее Разрешить Словами Есть Вещи Которые Как И С телом Например Еще Нет Симптома Но Болезнь Присутствует Болезнь У нас Вообще Я Как Человек Специализирующий На Орведе Могу Точно Скаж Что Болезнь Сначала У нас В Тонком Теле Развивается Никаких Признаков Нет А болезнь Уже Появилась Так же И события Абсолютно Точно Так же Точно Так же Работает Событие А правильно Я понимаю Что Гороскоп Нам Как раз И дает Возможность Узнать Об этом Событие И предотвратить Его Тут Несколько Вопросов Как раз Про это Были Если Гороскоп Зачем Его Менять Или Что-то Дано Человеку А человек Проживает Совершенно По-другому Это Флюорография То есть Гороскоп Это Флюорография Которую Получили В которой Либо Есть Пятна На снимке Либо Их Нет И Если Есть Там Пятна На снимке Говорит Что Ну Можно С этим Ничего Не Учебники По которым Учатся Те же Астрологи Которые Протестуют Против Упай И Хотят Чтобы Мы Мучились И ждали Когда Мы Освободимся От Тела То Несколько Глав Посвященные Как раз Тому Что Собственно Делать С этими Проблемами То есть Если бы Нам Нужно Было Мучиться Страдать И мы Не могли Бы Повлиять То Эти Бо Вещи Не Было Другое Дело Черного Быка Не Нужно Этого Делать Место Время Обстоятельства Сейчас Мы Уже Мы Не Можем Мы Не Такого Чистого Сознания Чтобы Провести Так Обряд Чтобы Так Этого Быка Принести Жертву Чтобы Бык Получил Лучшее Воплощение То Мы Не Квалифицированы Для Этого Брамины Даже В Индии Которые Соблюдают Традиции Я Вижу Как Например Север На севере Гораздо Меньше Люди Сохранили Традиции Чем На юге На севере Одна и та же Процедура Длится Десять минут Например На юге Это будет Полтора часа По ритуалистике На юге Например Пандиты Священники Которые Делают Обряды Они И И И И Мудрые Это Определенные Энергетические Такие Пасы Руками Трочего Я Не Видела Ни Разу Не Видела Хотя Много Участвовала На пуджах В Индии На севере Ни разу Я не Видела Чтобы Они Использовали Хотя Это Нужно По Регламенту Это Должно Быть Поэтому Конечно Многие Вещи Упростились Многие Вещи Сократились Потому Что Наша Скорость Нашей Жизни Калиюга 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 Говорится Что Не Будет Работать Ничего На самом деле Речь Идет О том Время Нет Возможности Паститься Часто Качественно Потому Что Люди Работают И так Далее И так Далее Поэтому Говорится В текстах Что Разные Есть Намеки На то Что Будет Работать В это Время По Моему Опыту Вообще Я Практика Я Люблю Книжки Читать В том Контексте Что Получаю Оттуда Вдохновение Идеи Но Я Очень Люблю Смотреть Как Работают Другие Люди И Выхватываю Оттуда Какие-то Для себя Инструменты И потом Смотрю Как Они Работают По Моему Опыту Те Люди У которых Очень Все Просто В гороскопе Есть Указание На то Что У них Будут Работать Мантры Это Так Называем Пятый Дом Он Связан С Определенной Проблемой Или Влияние Юпитера На Проблему Такого Человека Будет Такому Человеку Можно Давать Мантры Вообще С легкостью И С легким Сердцем Если Он Будет Практиковать У него Это Будет Работать Ему Это Будет Помогать Если У Человека Проблема Завязана На Луне Какие-то Комбинации С Советы Такие Уже Для Всех Работающих Хотя Может Есть Такие Советы Если В гороскопе Те Проблемы Которые Завязаны На Луну Они Решаются Через Психотерапию Не Было Психотерапии Раньше В Ведич В Какие-то Времена Когда Жил Кришна Ну И Там Были Другие Методы Там Были Обряды Различные Сложные Которые Сейчас Никто Повторить Не В Состоянии По Моему Наблюдение Психотерапия Работает Очень Эффективно Но Нужно То Что Психотерапевт Будет Раскапывать Целый Год В Детише Можно Диагностировать Достаточно Быстро И Помочь Например Человеку Сформулировать Запрос Для Длиннейшей Психотерапии Что Я Собственно И Делаю Есть Замечательный Психотерапевт Который Я Рекомендую Клиентам Своим Которые Ко мне Приходят К ней Обращаться А просто Помогаю Мотивирую Разъясняю Что Какая Есть Привычка Которую Можно Решить Недодами Психотерапии Есть Вещи Которые Решаются Через Тело Телесно Ориентированной Практики Тоже Определенные Указания На Это В гороскопе Есть Речь Идет О том Что Для Того Чтобы Прийти К осознанию Какого-то Вообще Какому-то Своему Маленькому Маленькому Просветлению Эти Упай Они Помогают К своему Маленькому Бытовому Просветлению Пройти Один Простой Пример Привед Девушка Вот Недавно В практике На фейсбуке Тоже Вешала Пример Просто Он Очень Показательный Потому Что Человек Поменялся До Неузнаваемости Мы С ней Познакомились В Индии И Она Не могла Принимать Сама Решений То есть Она Очень Зависела От Астрологов От Различных Советчиков И Находясь В таком Уже Как бы Сказать Уважаемом Возрасте Никогда Не была Замужем Очень Хотела Семью И Я Дала Сначала Просто Какие-то Предсказания Какие-то Прогнозы Никаких Упай Я особо Не давала Но Через Два Года Я Снова Она Ко Снова Обратилась На тот Момент Я Уже Очень Активно Считала Что Нужно Упай Давать Я И Предложила Давайте Я Тебя Возьму И Мы Попробуем На разных Уровнях Поработать На Медитативном Потом Я Тебе Дам Мантру Которую Сочетать И Медитацию Связанную С предками Которую Нужно Поделать Поумиротворять Урод В общем Я И Только Подтолкнула Чуть 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 Некоторое Время Исчез Потом Она Вернулась Задав Какие-то Вопросы Мы Снова С ней Сели Сформулировали Намерение Переформулировали Его Помедитировали Она Снова Исчезла И Час Какое-то Время Она Мне Пишет Что Появился У нее Человек Который Очень Раздражает В общем Вроде И Прогнать Как-то Не Не Прогонять Не Хочется Вроде Неплохой Но Что-то Раздражает Значит Еще Не Дочистился Сознание Еще Мы Немножко Поработали Снова Она Исчезла Через Какое-то Время Она Написала Что Она Выходит Замуж За Человека Что Все Хорошо Проснулись У нее К нему Чувства У него К ней Тоже И Вот Они Собираются Создать Семью Это Не То Это Не То Что Мы Колдовали И Привораживали Какого-то Молодого Человека Ни В коем Случае Мы Не Занимались Тем Что Мы Работали С Знанием Человека А Гороскоп Он Показывает В каком Состоянии Он Сейчас И Какая Тенденция Развитие Этого Состояния В будущем И Гороскоп Показывает Значит Это Такая Общая Температура По Палате Средняя Температура По Палате Чтобы Понять В каком Состоянии Человек Проводится Кроме Того Что Мы Смотрим Карту Заочно Гороскопы Не Делаются Это Мое Твердое Убеждение То есть Нужно С человеком Пообщаться И Немножко Поинтервировать Посмотреть Как У него Эти Планетки Реализовались Брыгнул Ли Человек Чуть Выше Того Что Выше Своей Головы Либо Человек Ухудшил Ситуацию На данный Момент Для Этого Зайдутся Вопросы Из Прошлого То есть Я Предполагаю Что Какое-то Событие Было Прошло Спрашивают Было Ли Это Так Человек Отвечает Я Делаю Вывод То есть Бывает Так Что Я Вижу Хуже Чем Было На самом деле Или У меня Более Оптимистичное Видение Относить На Прошлого Чем Было На самом деле Это Означает В Индии Это Реализовалось Женщина Сидит Дома Муж Процветает В России Мужа Нет Например Женщина Сама Процветает Зарабатывает В этот Период Период Одинаковый Комбинации Те же В Индии Это Через Мужа В России Это Через Собственный Успех То есть Эти вещи Нюансы Нет Такого Что Есть Карта И Все Человек Я Должна Закрытыми Глазами Абсолютно Все Про Человека Рассказать Ни В коем Случше Место Время Обстоятельства Это Три Важных Условия Которых Тоже Говорится В текстах Священных То Что Их Нужно Учитывать Всегда Какой Контекст Какая Семья Это Все Модифицирует Интерпретации То есть Интерпретации Это Дает Астролог Обещания Классические Комбинации Написаны В книжках Предподняются Учителями Их Можно Рассмотреть В гороскопе Но Интерпретировать Их Буквально Так как В книжке Написано Ни в коем Случа Нельзя То есть Нужно Интерпретировать Нужно С учетом Места Времени Обстоятельства Для этого Нужен Определенный Жизненный Опыт За плечами Общение С людьми Различных Социальных Классов Различного Ментального Состояния Чтобы Понять Как Это На самом Деле Реализовалось Поэтому Это и догма С одной стороны Это такая справка Короскоп Это такая справка Но это и Возможность Предписаний Для дальнейшей Коррекции А вот Такой вопрос Который На самом Деле Когда В России Волна Влечения Ведического Ведической Культуры Началась Не на религиозной Почве А вот Именно Масса Лекторов Появилось Очень много Астрологов Таких Новоявленных И все Такие стали Заниматься Поиском Предназначения Насколько Мы можем Упаями Следовать Своему Предназначению Вообще Это возможно Именно Скорректировать Потому что Допустим Человек Какие-то Классические Вещи Допустим Человек Женщина Работает Бухгалтером Всю жизнь А терпеть Ненавидит Свою работу Причем Она может Быть успешна Она может Зарабатывать Она обеспечивает Семью Ну или Как у нас Положено Взвалила На себя А вот Ей что-то Хочется Другого И вообще Предназначение У нее Оказывается В чем-то Другом И она Начинает Что-нибудь Делать Руками Это Частый Пример Самый Примитивный И вдруг Оказывается Что она Всю жизнь Ждала Я очень утрирую Конечно Ситуацию Но Тем не менее Вот это Предназначение Такое Значит Вот Волшебное И как С ним Работать И можно Ли его Скорректировать И найти Его С помощью Каких Есть ли Методы Коррекции Для этого Что такое Предназначение Классические Предназначения Опять-таки В джиотише В ведической Классике Это Дхарма Дхарма Это Природа То есть Природа Человека Предполагает Что Он ее Каким-то Образом Выражает То есть Птица Летает Тигр Нападает И так Корова Дает Молоко Природа Определяет Как Человек Будет Себя Выражать И его Будущее Как он Будет Прогрессировать И эволюцинировать Во что Он Выродится А Проблема В том Что Над Дхармой На территории Бывшего Стана Бывшего Советского Союза Очень Сильно Поиздевались То есть Природа Человека Основная Есть Личная Природа Индивидуального Личности А есть Природа Такая Основная Для всех Людей Так Вот В священных Текстах Если не память Не ошибаюсь Шмадбхагватам Говорится О том Что Основная Самое Главное Презназначение Всего Человечества Это Бескорыстное Служение Всевышнему То Есть Это Когда Душа Соединена С Богом Или Стремиться Хотя Бо К этому Это Универсальное Предназначение Для всех Человеческих Существ Опять Таки Помните Мы говорили Про Основной Закон И Второстепенные Вещи Вот Это Конституция Для Человека То Если Этого Нет То Все Остальное Начинает Рассыпаться Человека Нет Ориентиров Почему Стали Популярными Астрологи В том числе Ведические Почему Так Популярны Гадалки Почему Популярны Вот Почему Так Инфобизнес Так Раскрутился Хорошо Потому что Люди Дезориентированы У страны Бывшего Светского Союза Люди Страшным Образом Дезориентированы Из-за Этого Люди Не понимают Какие Вещи Какую Платье Сегодня Одеть У человека Ступор Он Начинает Прокрастинировать Не понимая Что ему Надеть Сегодня Не потому Что он Такой Вот Глупый А потому Что у него Фокус Бит Вот То есть Темно Вокруг Он Не различает Цветов И В том числе Чем Занятие Относительно Связано С дхармой Так называемая Варна Это то Как Группировались Категории Людей По их Талантам Варна Означается Санскрита Цвет То есть Определенный Цвет Можно так сказать Окрасить Какую-то Склонность К чему-либо Как Цвета Радуги Люди Все смешалось В наш Век Потому что Не было Духовных Ориентиров Была Советская Власть Сталин Партия Соответственно У людей Этот ориентир Был призыв Отказаться От своих Личных Каких-то Вообще Талантов И так далее И строить Бам Или что там Строили Светлое Светлое Будущее Некое Нужно Сказать Что Теперь Ориентир Другой Теперь Ориентир Очень сильно Сбит Другими Вещами Например Это Погоня За чувственными Наслаждениями И ориентир Занято Эта должность Была связана С госслужбой И девушка Стремилась К этому лет 6 К этой должности То есть Можете себе представить Человек 6 лет Тратит Упорно Достигает Свою цель Спустя какое-то время Обрадовав В общем Осознав Что видимо Что-то Здесь Как бы Может все К лучшему В общем В двух словах Сейчас девушка Работает на телевидении Нашла себя там И очень счастлив Нашла совершенно Другую реализацию Которая оказалась Намного лучше Для нее Да Я хочу сказать Что безупай Здесь тоже Не обошлось То есть У человека Было определенное Такое состояние В котором Человек упорно Рогами Упирался В стенку Это было связано Не с ее предназначением Напрямую Это было связано С тем Что осознание себя И своего предназначения Было замотано Как Знаете Окутано туманом Непонимание И неосознавание Всяких Как это сказать Предубеждений Иллюзий А они в свою очередь Связаны там С амбициями Очень много психологии Здесь Это такой Винегрет На самом деле Который можно Раскопать Когда Ты видишь гороскоп Потому что в гороскопе Ты видишь четко В принципе Что человеком овладело Какая им сейчас Владеет сверхидея Ты в принципе Понимаешь Почему он несчастный И да Можно Можно Сориентировать человека Можно человека Сориентировать И Подсказать ему Проблема в том Что если человек Находится в тяжелом состоянии Сознания Он не будет тебя слышать Ты будешь говорить Тому бухгалтеру Да слушай Ты же У тебя же чувство Прекрасного Ты же можешь пойти Наверное На какую-то Изо студию Человек не будет Это слышать Потому что Он находится В так называемой Тамагуне Или в состоянии Связанной Веревками невежества И энергия Его внимания Будет настолько Поглощена Его бухгалтерией Что Свободной энергии Чтобы вообще Услышать И осознать Это же все физика На самом деле Нет света Нет понимания Свободной энергии Для того Чтобы зажечь Свечу понимания Человека просто не будет Иногда Ему не нужно Даже это говорить Ему же дать Просто мантру Он ее начинает Читать Потому что Ему плохо Просто потому что Ему очень уже плохо Он начинает Потихонечку читать Махамритюджай Мантру Например Которая сбавляет От иллюзий Она читает 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 Есть такие люди Которые вот Работают много лет На одном предприятии Десять лет И они упорно Будут читать мантру Не понимая зачем Я вот честно говоря Очень люблю таких клиентов У них гораздо Больше шансов Быть счастливыми Чем у людей Которые все отрицают То есть они четко Следуют инструкции И ему сказали Он что Он ему плохо Он не понимает Что он читает Что это за Но он читает Может неправильно Читает И через какое-то время Слушай Он уже на телевидении Работает И счастливый Я привела Такой пример То есть Непонятно Почему Мы не проводили Исследований Как Вот мантра Почему именно Почему Повторяю Россия Ом Россия Ом Россия Ом Почему нельзя Достигнуть Состояния Просветлённых Летал Америка Вперед В общем Просто какое-то Состояние слов Почему оно так Ляет на сознание Мы не знаем Я признаю Своё бессилие Перед этим То есть Это зависит от интонации Это зависит от букв Которого мы произносим Есть как бы Определённые идеи И теории Почему они так влияют Почему Мы сейчас Не будем на это Углубляться Но это работает Есть Я больше такой поклонник Максимализма Я считаю Что Читать мантры Например Мой коллега Атис Из Ригио В котором будут у нас Семинары Он практикует Такие Ну Насколько я знаю Практикуют Они в своей традиции Есть мантры Очень такие бытовые Например Зарядить воду позитивом Каким кристалл Под водой Мантру Она очень позитивная Я честно говоря Ленивая очень Для таких вещей Я глобально Подхожу к ситуации Чтобы у человека Кардинально Произошел какой-то Кардинальный разворот Поэтому У меня в арсенале Мантры Возвышенным личностям Божественным архетипом Которым Я объясняю С чем это связано С какой частью сознания Это связано Человек Обращаясь К этой части Возвышенной личности К этой его форме Настраивается На эту личность И у него Начинается Как бы Он как бы Начинает расти В своем сознании Например Я вам просто Приведу простой пример Это происходит Действительно Магическим Каким-то образом Например По четвергам Часто я рекомендую Людям с ретроградным Юпитером Читать Гуру Гиту Это очень прекрасное Песнопение Которое Продолжительное Оно длится 40 минут Пандит его На санскрите По 40 минут Я прошу людей Даже Хотя бы пытаться Повторять Понятно Что это сложно Но Я читаю перевод Часто Или просто Присылаю перевод Что это значит Это прославление учителей В разных формах И Читая эту мантру Человек Входит в состояние Когда Может быть Он Еще не Сильно Начал уважать Учителей Но Его ум Уже слышит Эти звуки И какие-то части Его Личности Уже Подключены Что называется Обычно По четвергам Я эту Гуру Гиту Считаю Дома Но сегодня У нас эфир Как раз в это время Сегодня я этого не делаю Но Прошлый Четверг Позапрошлый Читаешь Гуру Гиту Вроде бы Уставший Вроде бы Уже поздно Прочитал Лег спать В пятницу Утром проснулся И все понял Знаете Бывают такие состояния Когда ты просыпаешься И понял все Какой-то вопрос У тебя был Ты не знал на него ответ Или как-то туман Вот был В восприятии Ты утром просыпаешься Такое ощущение Что ты все понял Все вопросы У тебя отпали Потом конечно Ты снова стал Таким же тупым Как и было Через какое-то время К следующему четвергу Но Это потрясающе Почему бы Почему бы Не жить Использовать Здесь плохое слово Практикуя эти вещи Почему бы Нет Качество жизни Меняется Восприятие Меняется Но Опять-таки Это Применимо там Где человеку Скучно Двухмерное сознание Где человеку Скучно Просто сидеть на диване И смотреть только футбол Спать Есть И совершать Какие-то Первичные функции Животные Там где Человеку Уже Есть Неудовлетворение Когда он Столкнулся С какими-то вещами В своей жизни Которые у меня Не получается Преодолеть И он Ищет Ищет ответы На свои вопросы Он Может Дойти И до астрологии Тоже Получить Какую-то Такую Рекомендацию И это Может перевернуть Его восприятие Жизни Вообще И это Я считаю Прекрасно Да Действительно Прекрасно Я совершенно Согласна И вот У нас Очень мало Времени Я просто Меня вообще В голове Рой вопросов Но я Старалась Дать вам По максимуму Слово Еще один вопрос Я хотела бы Как раз От наших Слушателей Про болезнь Если болезнь Есть в гороскопе Или болезнь К нам приходит Есть ли какие-то Я уже поняла Что все есть У ПАИ Существует Да Мантры Можно читать Но То есть Это На самом деле Я уже тоже Сама все ответила Да Можно прожить И можно пройти Уроки Здесь вопрос Квалификации В том Что мы не все знаем Я тоже Не знаю Не все Например У меня есть Учебник По Аюргической педиатрии Вам как Если вы Занимаетесь Верведой Вам будет интересно Могу вам даже Прислать Там написано Что в определенные Месяцы Ребенок плачет Потому что Он одержим Определенным духом То есть За определенные Месяцы жизни Конкретный дух Приходит Человек Ребенка Мучить И Аюрведическая Официальная Аюрведическая На то время Это была официальная Медицина Предписывала Прочитать Этот мантру Против этого духа Дать ему Дать ему Этой травы И Начертить Такую-то Янтру И Ребенок Перестает Плакать Это известно Всем родителям Эта история Что ребенок Плачет Плачет Вроде бы Это ему дали Это ему дали И вроде бы Он ел Но он Не унимается Потом раз И вот Успокоился У современных Врачей Нет инструментов Для лечения Таких вопросов А в Аюрведе Есть Но это Область Уведы Которая связана С астрологией Она очень смежная Называется Граха Чекица Чекиста Либо Бхута Видия Еще иначе говоря То есть Бхута Это духи Видия Это знания духов Астрология Тоже с этим связана У меня В практике Были случаи Когда люди Обращались Помочь Нужно было Помочь Ну Скажем так Супруг Пожилой супруг Очень страдал от боли И девушка Обратилась Чтобы помочь Но обратилась Не супруг Обратилась Обратилась девушка И помочь В том случае Я никак не могла Потому что У меня например Есть такое Четкое убеждение Что человека Нельзя насиловать Мантры Ну как бы Упаяни И были даны Предписания И там даже Простые аэрведические Предписания Человек Он их отвергал Поэтому Я не смогла Как бы Ничего предложить Но когда человек Сам обращается С какими-то Проблемами С медицинской Точки зрения Я предупреждаю Что у меня тоже Неистинная Последняя инстанция И я многие вещи знаю Но не все И мы Я прошу следовать Рекомендациям Традиционной медицины Но мы Пытаемся Корректировать Так же по линии Планетной Что могу сказать В моей личной практике Самый яркий пример Это Выбор Например Операций Времени благоприятных Для операций Когда Прекрасно все Оперировалось Так что Практически Не оставалось Шва И все Поражались Как все Быстро Заживало В общем Можно немножко Не вмешиваться Но Работать с этим Можно А что касается Физических болезней То есть болезни Которые Опять таки В той же Чара Касанхите В аюрведическом трактате Говорится о том Что есть болезни Которые происходят Кармические А есть болезни Другие Так вот Те которые Как раз связаны С кармой Так Как Например Рак И другие Такие сложные Заболевания Да Можно Так же Работать По линии Через Грахи Через Астрологию Но Опять таки Я всегда Не беру на себя Ответственность В том плане Что я рекомендую Следовать Так же Рекомендациям Предписаниям Традиционных Врачей Потому что У меня например Нет медицинского Образования Не могу давать Медицинских Советов Более того Непонятно На самом деле Какой этап Болезни Происходит Наверное Даже Потому что Иногда И Аллопатическая Медицина Она дает Досточно Положительные Результаты Ну Мы не знаем На самом деле Божественного Промысла К сожалению Или к счастью Вот Поэтому Тут это конечно Я с вами Я вас очень поддерживаю Потому что Я считаю Что эта тема Конечно Очень щекотливая Очень тонкая И она безусловно Ну Может быть Она даже Не для публичного Обсуждения Но я согласна Совершенно Да Но хотя Ну пробовать Обязательно Мантру Надо обязательно Пробовать Надо пробовать Все Как бы При работе С болезнью Потому что Если мы ничего Не будем делать Болезнь точно Нас победит Нам для этого И дана Чтобы вот эти Принести какой-то урок Чтобы что-то прожить Какой-то опыт Вы согласны? Да В аэрведе Тоже есть Три подхода То есть Болезнь решается Тремя способами Первое Это прием препаратов Работа на уровне тела Второе Смена обстановки И менеджмент То есть Выбираешь людей С которыми ты общаешься Выбираешь еду Которую ты Потребляешь Выбираешь режим дня И Третье Это Спиричал ремедис То есть Какие-то Духовные В аэрведе Это все то же самое Применимо Точно так же В астрологии То что применяю я Это На уровне тела Можно дать Определенные Рекомендации Из аэрведы Которые доступны Для понимания Или там Режима дня И спорта И так далее На уровне ума Какие-то психологические Рекомендации Просто совет Сам совет Что как можно Поменять некий Менеджмент Что более сейчас Практично Что менее Это уже тоже помощь Ум успокаивается Меньше Флуктуации И больше Счастья в жизни И третье Это уже То что нельзя То что нельзя Сейчас пока потрогать Но то что видно Что оно случится Через пару лет Можно к этому Готовиться с помощью Тонких духовных Практик А вот есть Какая-нибудь такая Универсальная Упая Для всех Это происходит Вы меня спросили Про тхарму Это частый вопрос Как раз В бывшем Советском Союзе В Индии Никто не спрашивает Про предназначение Все спрашивают Да Это то же самое С универсальной Упая Она проистекает Из тхармы То есть Универсальная Упая Сейчас у человека Должна быть Хоть какая-то Духовная практика То есть Молитвенная практика Своими словами Молитва из православия Чтение псалмов Давида Чтение Корана Что угодно Люди Хотя бы 5 минут в день Нужно сесть в тишине И от себя Что-то из души Своей вытащить Туда наверх Какой-то текст Это самое Универсальное Упая Сейчас Это единственное Упая Которое действительно Доступно Вне зависимости От физической подготовки Материальных средств Знания Приемлемости Астрологии В жизни Это доступно Абсолютно всем И это нужно делать Потому что О психическом теле Мы заботимся О своих чувственных Удовольствиях Мы заботимся Но душа Она загибается Без диалога Со своим творцом Поэтому Любая молитвенная практика Это обязательно Иначе человек Теряет ориентир И ему Даже астролог Не может объяснить В чем его тхарма Потому что Он просто не слышит Полное разъединение У него уже Души идет К умам И с телом Дорогие друзья Если вас Заинтересовала Тема Упая Я позволю Сделать такое Небольшое Рекламное объявление Полина Павлова И Ати Заринж Будут проводить Удивительный семинар С 29 апреля По 7 мая Можно подписаться Я думаю У вас еще есть места Да? Да У нас еще есть места Мы не очень хотим Большое скопление народа Потому что Эта тема Трипит Вдруг Мало ли Кто-то Из наших У нас очень хорошая Продвинутая аудитория Я гарантирую Да? И у нас Очень хорошие люди К нам приходят Там Должен быть Определенный уровень Калификации То есть Знание Азов Астрологии Чтобы человек Хотел Потом это Применять В практике Потому что Это будет Практическая информация Которая может Потом Работать с людьми В основном Это такой Профессиональный Вебинар Который Нужен Профессиональным Астрологам Тем не менее Мне очень хотелось Об этом Сказать людям Потому что Все-таки С этим тоже Надо работать И я не знаю Насколько Это корректно Но тем не менее Можно я вас попрошу Какую-нибудь мантру Для наших радиослушателей Напоследок Для завершения Нам прочитать Раз уж мы Сегодня об этом Так много говорили Мне бы очень хотелось Чтобы вы нам Такой подарок Сделали Можно? Сейчас я подумаю Что у нас там сейчас А сколько у нас Времени с вами? А Ну У нас не очень Много времени Да Смотрите Любая Я нахожусь в месте Которым Очень распространен Культ Ганеши То есть Один из самых Крупных храмов Ганеши Вообще Круто Ганеша Ганеша Это личность Которая Символизирует Собой Переход От грубого мира Материального В тонкий И обратно То есть Он является Связующим звеном Между миром В котором Который является Проявлением Махамайи То есть То что мы видим Нам кажется Что мы это видим И тонким миром Который мы не видим И любая духовная практика Если вам интересен Ягизм И индуизм Любая мантра Которую вы собираетесь Делать Переже чем ее делать Всегда вам нужно Сначала Физически себя подготовить То есть Должно быть Чистое тело Одетая Чистая одежда Которую В которой вы еще не ходили В уборную Вы должны сесть Закрыть глаза Успокоить Ом Насколько это возможно И Прочитать мантру Ганеши И тогда у вас То есть Ганеша Он открывает вам дорогу Уже на Тонкий план Без мантры Ганеши Пожалуйста Не начинайте Никогда никаких Практик Связанных с индуизмом И гизмом Потому что Это является Вы без стука Вламываетесь В двери Это невежливо Поэтому я прочитаю Мантру Ганешу Короткую Доступную Спасибо огромное Удивительно У меня прямо Мурашки пошли У меня всегда Я когда мантру слышу У меня всегда Такое ощущение Удивительное переполнение Спасибо огромное Удивительная программа Получилась сложная Правда конечно Но ничего Простите меня Нет Это здорово Это здорово Потому что на самом деле Действительно Наш мир Мы все время Идем к упрощению Да И очень Очень ценно Когда мы можем Поговорить о каких-то Серьезных и важных вещах Это бесконечный дар Спасибо огромное Я хочу напомнить У нас в гостях была Полина Паула Ведический астролог И астролог Который подбирает Ухай И дает коррекции Гороскопа Удивительная программа Я надеюсь Полине у нас понравилось На радио Она может быть еще Спасибо Понравилось Здорово Я очень рада И оставайтесь с нами С вами была Анастасия Хрущинская Полина Паула Полина из Пандичери Из Индии С нами Вообще огромное спасибо Потому что у нее уже Очень-очень поздно И это Опять же еще раз Огромная наша благодарность И приходите к нам Опять в гости По четвергам Женскую гостиную В 11 часов по времени Чикаго В 9 часов по времени Сан-Франциско И в 19.00 По московскому времени Спасибо Полине Я надеюсь До новых встреч Огромное спасибо От нас тоже Я вот слушала Просто отключила Все и видео Просто чтобы вас Обоих и видеть И слышать Это было безумно интересно Потому что Связь у нас есть И с ведической астрологией И с Индией Поэтому Огромная благодарность А вам обоим Спасибо 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 большое Редуль Да Все До новых встреч До новых встреч До новых встреч